Это входит в объект всемирного наследия. Никого это не волнует. Вот там, где мы видим сейчас с вами балкон вот этого грандиозного музыкального салона, потолок обрушился в эту зиму. По нашим оценкам, 3000 усадеб сегодня примерно в государственном реестре памятников. Примерно 2000 из этих усадеб находятся в неудовлетворительном состоянии без владельцев. Памятников очень много и не всем возможно помочь. И это не говорит о том, что мы никому не помогаем. Сейчас есть нацпроект по поддержке усадеб. Мы в этом году выпускаем 11, если быть точным, паспортов. Это такой первый шаг к тому, чтобы частное партнерство с государством. Впервые на российском рынке элитные недвижимости 11 старинных дворянских усадеб. Государство планирует сдавать их в аренду на полвека, но только тем, кто готов их восстановить. Мы ищем внутри министерства, сыскиваем дополнительные средства на то, чтобы проводить реставрационные уникальные работы. Поможет ли это спасти исчезающие памятники архитектуры федерального значения? И насколько заманчиво такое предложение для потенциальных инвесторов? Это даже не меценаты. Это вот фанаты. Никто деньги такие не вкладывает. И когда нам говорят, вот инвесторов, нет инвесторов на старинных усадеб. Сто лет со дня смерти Карла Фаберже, которое в этом году отмечают выставками в Кремле и Эрмитаже, его дача под Петербургом встречает уже без нескольких комнат. У нас в эту зиму обрушилось еще несколько интерьеров в деревянной части. А здесь мы потеряли столовая. Это был объем столовой. Здесь был также еще один вход. Историк архитектуры Александр Кречмер был здесь на субботнике год назад. В этом ожидал, что особняк придворного ювелира как минимум накроют рубероидом. Через дырявую крышу, здесь когда-то был стеклянный плафон, капли дождя падают прямо на парадную лестницу. Со стен сыпется штукатурка. Руководство АУПИК нам обещало, что осенью наконец-то начнутся противоаварийные работы. Но, как мы с вами видим, к сожалению, работы эти до сих пор не начаты. В 1900-м по заказу Фаберже архитектор Карл Шмидт построил дачу, которая стала, как и творение заказчика, произведением искусства. Ее даже называли «малым эрмитажем». Иси-собняк был наполнен солнцем. На востоке солнце вставало, и через вот это гигантское окно музыкального салона оно насквозь освещало особняк. Огромные световые фонари давали дополнительный свет. И солнце заходило на западе и освещало золотыми лучами танцевальный зал. Фаберже подарил дачу своему сыну Агафону, тоже ювелирую и самому влиятельному в Российской империи оценщику драгоценных камней. Он перестроил здание, сделав его еще более роскошным. Ценность этого особняка, что он родной, что он весь подлинный. И даже входные двери и дубовый тамбур сохранились с 1908 года, с момента его постройки. В особняке до сих пор сохранилась комната-сейф, и тяжелая сейфовая дверь, и решетка. И, что удивительно, этот сейф смогли вскрыть только в 1919 году по приказу Зиновьева. При этом до этого через особняк прошло более 2000 солдат, которые не определили, где находится главный тайник особняка. Сейф был наполнен доверху, в том числе знаменитая коллекция драгоценных камней, которая составляла 1700 единиц. Произведение бронзы, золоченый, фарфор. Драгоценности из сейфа вывозили автобусами. Куда, до сих пор неизвестно. Но следующие 70 лет сохранялись хотя бы интерьеры. Здесь был дом отдыха сотрудников НКВД, во время войны госпиталь, затем детский сад военной академии. В годы перестройки Министерство обороны пришлось отказываться от своих социальных объектов. И именно в эти годы этот объект перешел во владение Министерства культуры. Тогда же в 90-е сделали проект реставрации, но так ее и не начали. Дача Фаберже стала стремительно разрушаться. Исчезли камины, печи и паркеты. Здание практически не охранялось. Наконец, несколько лет назад ее передали подведомственному Минкульту, агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры, или АУПИК. АУПИК заключено охранное обязательство в июне 2017 года, в которых четко прописано, что парк должен быть отреставрирован в 2021 году, а вот этот замечательный особняк уже в 2022. Но мы сегодня видим, что это практически нереально. Чтобы лично спросить, успеет ли АУПИК отреставрировать дачу Фаберже, Александр Кречмер приехал на Васильевский остров. Это здание тоже памятник архитектуры, переданный агентству. Это охранное обязательство, там действительно прописаны все вот эти сроки. Мы в основном стараемся их придерживаться, но, к сожалению, не всегда удается это сделать. Особняк купцов Брусницыных конца 19 века тоже ждет ремонта. В здании, которое раньше занимала администрация кожевенной фабрики, уже несколько лет нет электричества, обещают провести в ближайшее время. В свете фонаря можно видеть интерьеры белого зала, а-ля Людовик 15-й, и курительную комнату в мавританском стиле с уникальной люстрой из стекла и латуни. На данный момент был разработан проект МПД по реставрации, но, к сожалению, в полном объеме мы его пока еще не получили, не можем запустить в работу. Чиновники не скрывают, денег на реставрацию всех памятников просто нет. Надежда одна на государственно-частное партнерство. У нас в оперативном управлении находятся 700 объектов. Из них 300 объектов в хорошем состоянии, на которых привлечены в хозяйственный оборот. От привлеченных денег с дачи в аренду мы реставрируем иные памятники, которые находятся также у нас в оперативном управлении. То есть мы с одного памятника получаем аренду, а в другой памятник это вкладываем. Получается, чем лучше мы работаем с арендатором, тем больше памятников в погоду мы реставрируем. Так дачу Фаберже до конца года оценят, составят на нее инвестиционный паспорт и будут искать ей добросовестного хозяина на 49 лет. У нас есть отдельные в рамках национального проекта «Культура» 10 паспортов усадеб мы делаем в год. Готовим их как предложение для инвесторов, для дальнейшего сотрудничества, когда уже полностью проведены все изыскания, исследования, уже более конкретный подход. Такой раздел в нацпроекте «Культура» появился стараниями ассоциаций владельцев исторических усадеб. Сообщества меценатов, сейчас их около 50, которые выкупили и за свой счет восстановили разрушенные поместья. Нас пригласили еще в Министерство культуры Российской Федерации, сказали, возьмите усадьбу Лермонтовскую, вы же Лермонтовы, мы дадим деньги, реставрируйте, создавайте. Ну вот, типа Ясная Поляна. В то время как раз Ясная Поляна тоже создавалась, как Государственный музей и заповедник. Но потом грянул 92-й год, и все эти надежды наши рухнули на финансирование. Подмосковная Середнякова в долгосрочной аренде Михаила Юрьевича Лермонтова. Полный тезка и родственник знаменитого поэта, заместитель председателя Координационного совета по государственно-частному партнерству в сфере возрождения русской усадьбы при Министерстве культуры. В прошлом июне президент по нашим предложениям выпустил поручение, в котором конкретно говорится о том, что действующая система никуда не годится, что ее нужно кардинально изменить. Нам удалось в национальный проект включить такой раздел, ведомственный проект возрождения исторических усадеб, на которое предусмотрено 500 миллионов рублей. Эти 500 миллионов рублей по 100 миллионов каждый год вот в этом году они уже фактически потрачены. Но они упиком потрачены на разработку так называемого инспирированного инвестиционного паспорта на усадьбу, который, ну, с моей точки зрения, не имеет никакого смысла. С Лермонтовым не согласен замминистра культуры Николай Овсиенко. Он полагает, что инвестиционный паспорт – это новый эффективный инструмент, который позволяет решить проблемы, отложенные на десятилетия. Для потенциального инвестора уже как бы на самом входе он, во-первых, сэкономит деньги, потому что это стоит денег, во-вторых, он, безусловно, сэкономит время, потому что в соответствии с федеральным законом инвестору потенциальному дается 7 лет на восстановление памятника, и из них 2 года он должен тратить на изыскание, на получение разрешений, на кадастровые работы, на создание этого эскизного проекта. Мы ему этот проект даем готовый. Житель Подмосковья Николай Петров, говорит, часто гулял вокруг усадьбы князей Голицыных Николы Урюпина, но только год назад впервые увидел вблизи садовый павильон «Белый домик», когда по суду изгнали последнего арендатора имения, того, при котором сгорел главный особняк. Зашли сюда, увидели просто состояние полной разрухи. Полной разрухи, ну не говоря уже о том, что вот рухнушая половина портика, которая нависала, и исчезновение вот этого недобросовестного арендатора напоминало Бекса, потому что были брошены мешки с окаменевшей смесью, свалены в кучу уникальные лепнины в том числе. Построенный в 80-х годах 18 века «Белый домик» сравнивали с шедеврами Версали, а на стенах роспись в технике «Гряза» или по эскизам «Буша» на потолке, тончайшая лепнина. Мы какое-то время, несколько даже вечеров провели на чердаке этого здания, просто с тазиками и ведрами собирали воду, которая через самые критические точки протекала. И просто мы написали пост в Фейсбуке, такой крик о помощи. Буквально на следующий день я понял, я узнал, что этот пост каким-то образом увидела министра культуры Ольга Любимова. Ольга Любимова приехала в усадьбу в мае с большой делегацией. После этого на территории появилась охрана, а на консервацию постройки было выделено полтора миллиона рублей. Убрали неимоверное количество мусора, причем мусор убрали изнутри и снаружи. И сейчас данная усадьба готовится на продажу с последующим ее приспособлением под возможность современной использования. То есть это может быть какая-то гостиница, чайный дом, ресторан без новых построек, но с использованием имеющихся помещений. Собственно, памятник арендовали и раньше. Также подписывали охранные обязательства, что не мешало хозяевам прибивать батареи прямо поверх старинных росписей. Бизнесмен арендовал, хозботовым способом начал что-то реставрировать. Тогда имел какой-то проект, не зная, получал разрешение или не получал, начал что-то делать. В какой-то момент, наверное, закончились деньги или желания, или еще как-то, и работы приостановились. Проект «Десять паспортов», как надеются Волпик, поможет исключить попадание памятника не в те руки. Потенциальный инвестор сможет заранее оценить все затраты и риски. Мы делаем расчеты, делаем обоснованный расчет на основании размеров, исторических данных, архивных данных. Что с этой усадьбой возможно сделать? Даем три эскизных проекта и сколько, скорее всего, финансовых средств придется вложить. В инвестиционном паспорте пропишут всю историческую и правовую информацию об объекте, а также проектную документацию на проведение работ по сохранению памятника культуры. Вот, соответственно, атмосферные протечки, начинается расслоение штукатурки, то есть грамотный реставратор, монументалист должен будет оценить, насколько утеряно связующее, сделать необходимое инъектирование, укрепить эту поверхность. Наша задача еще помочь будущему собственнику. У нас вообще есть желание, мы готовим к концу года, начать делать круглые столы для потенциальных инвесторов, где будем рассказывать о том, что реставрация – это не страшно, что это не сверхдорого, что просто надо по-другому научиться к этому относиться. Однако Михаил Лермонтов сомневается, что эти меры мотивируют меценатов вкладываться в искусство. Еще один момент, который может отпугнуть потенциальных инвесторов – собственно, аренда, пусть и долгосрочная, а не оформление в собственность. Современный покупатель, он не может себе представить, что нужно потратить там 100, 200, 300, 500 миллионов на то, чтобы восстановить это все, и потом оказаться в состоянии неопределенности, причем полной неопределенности в рамках вот этого действующего законодательства. Что это ты этим не владеешь. Это ни у кого из людей состоятельных не укладывается. За эти деньги можно, как говорится, построить две такие усадьбы. Да, сейчас период, когда все хотят получить собственное, чтобы понимать, что это мое, и что я это реставрирую, это будет мое. Но есть обратная практика, когда покупают, не могут реставрировать, не могут воссоздавать. Для проекта «10 паспортов», как говорят в Министерстве культуры, будут выбирать объекты в зависимости от расположения и туристической привлекательности. Мы очень много говорим, конечно, сейчас с Ростуризмом о том, что это будущее наших усадеб. Мы прекрасно понимаем, что есть уникальные совершенно примеры. Без помощи туристического бизнеса такие объекты не могли быть сохранены ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании, ни в Англии. Конечно же, и в России мы ждем нашего роста внутреннего туризма. И вместе с этим, конечно, наши надежды связаны и с национальным проектом, который связан с туристической деятельностью. Но вместе с тем очевидно подход к реставрации, как и в медицине, катастроф. Сначала спасать легких пациентов, пока они не превратились в тяжелых. Осиновая роща под Петербургом, буквально в трех километрах от дачи Фабержея, имение, про которое Екатерина II писала. Царское село, Гатчино и даже Царицыно по местоположению дрянь в сравнении с ним. Его снимали в фильме Андрея Кончаловского «Дворянское гнездо». Но теперь от дома с Белеветером осталась одна лестница. Глядя на этот сруб, сложно представить, что в 1990 году усадьба Осиновая роща была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с историческим центром Санкт-Петербурга. А через год главный дом сгорел. Но вот эти угольки отнюдь не 30-летней давности. Пожар во флигеле произошел весной этого года. А вот в 20 метрах от памятника, прямо в усадебном парке, компания жарит шашлыки. Из списка ЮНЕСКО усадьбы отнюдь не исключили, но и никак не охраняют. Была закрыта такая организация, как Росохранкультура. Она была ликвидирована. И полномочия по охране памятника были переданы в регионы. Так же по Московской области, что и по Ленинградской. Там два или три сотрудника, которые за это отвечают. А количество нарушений в тысячу раз больше. А вот как сейчас выглядит Ропшинский дворец. Кстати, тоже объект из списка всемирного наследия. Именно здесь был убит Петр Третий. Это единственная царская резиденция в пригороде Петербурга, которая почти не пострадала во время Великой Отечественной войны. Здесь был немецкий госпиталь. Но погибла нелепо, когда уже в мирное время была передана советским военным, а затем и вовсе музею Петергов. Два раза он горел. По всей вероятности, хулиганы его поджигали. Он лишился крыши и продолжал разрушаться. В результате уже к 2012 году превратился в руину. Искусствовед Михаил Мильчик в недавнем прошлом заместитель гендиректора НИИ спецпроекта «Реставрация». Вот я фотографировал этот дворец в 70-м году, тогда, когда мы пришли для того, чтобы изучать его и подготовить проект реставрации. 70-е и 80-е научный институт, который не только разрабатывал эскизные проекты для спасения шедевров архитектуры, но и готовил профессиональных специалистов, составил план реставрации Ропшинского дворца. Но проект почему-то положили на полку. Новая попытка спасти ансамбль была предпринята несколько лет назад, когда его предложила купить российская нефтяная компания. Но инвесторы не смогли договориться о том, как можно использовать памятник, говорит замминистра культуры Николай Овсиенко. По ныне действующему законодательству, потенциальный инвестор не имеет права, восстанавливая объекты культурного наследия, менять их функционал. Позиция Министерства культуры заключается в том, что у руин функционала быть не может. Это развалины, это руины, это объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В этой связи нами инициированы внесения изменений в законы о концессиях и о государственно-частном партнерстве. Мы говорим о том, что концессионер должен на свое усмотрение использовать восстановленный объект культурного наследия. На сегодняшний день наша позиция поддержана правительством. Законопроект о внесении изменений в указанные законы принят Государственной Думой в первом чтении. И мы рассчитываем, что в осеннюю сессию этот законопроект будет принят. И тем самым привлекательность подобного рода объектов для потенциальных инвесторов значительно возрастет. Проект «Десять паспортов» дополнит другую программу привлечения частных инвесторов. Рубль за квадратный метр. С 2015 года памятники архитектуры от Калининграда до Владивостока, которые фактически лежат в руинах, можно получить почти даром. Разумеется, на условиях восстановления. Кстати, и на торги такие лоты выставляют со стартовой стоимостью в один рубль. Засада такая, что сама по себе усадьба, то есть здание и земля, их приобретение регулируется разными законами. И разные законы, они, как говорится, регионы, даже некоторые провели такую процедуру, за рубль предлагают, но когда приходят потенциальные владельцы, им говорят, а вот чтобы территорию памятников приобрести, нужно заплатить там 100-200 миллионов. И все это тут же отбивает. Тем не менее, в действующем законодательстве, в 73-м законе, прямо прописано, что объектом культурного наследия является недвижимость и земля, принадлежащая этой усадьбе. Мы эту коллизию видим. Министерство культуры инициативно вышло с предложением о внесении изменений в законодательство. С тем, чтобы разрешить приватизацию, в том числе, объектов культурного наследия и продажу их единым лотом вместе с земельным участком. Это так называемые зеленые часы, в центре которых сам Карл Фаберже, знаменитый художник-ювелир, посадил в момент закладки первого камня нашей дачи, в 1901 году посадил этот замечательный дуб. Сейчас, наконец-то, да, спустя столько лет, сюда пришли специалисты, ландшафтные архитекторы поработали, дендрологи, наконец-то посчитали, сколько у нас сохранилось старовозрастных деревьев. И действительно, это очень важно, потому что парк нуждается также в реставрации. Вопреки сомнениям, почти всеми памятниками из проекта «Десять паспортов» уже заинтересовались потенциальные арендаторы. Изделия фирмы Фаберже растут в цене уже 100 лет. Вот и особняк-ювелира тоже может стать инвестицией с гарантированной доходностью. Разумеется, в правильных руках.